Итак, мы продолжаем наше размышление О Евангелиях глазами их авторов Известные всем истории, но неизвестные детали Евангелие в его историко-культурном контексте И мы будем продолжать ту тему, которую мы затрагивали вчера Мы говорили с вами вчера о том, что почему-то фарисеи Требовали знамения с неба всегда после того, как Иисус совершит какое-то чудо Какая-то ирония, понимаете? Только что вот этот у нас эпизод, записанный в Евангелии от Матфея, 16 глава Только до этого нам рассказывалось о кормлении тысяч Как Иисус возблагодарил, произнес благословение, браху И как Господь накормил А Ему тут обкажи нам знамение с неба Несколько раз в Евангелиях встречается эта просьба В Евангелии от Иоанна также Обратите внимание Мы говорили с вами об этой главе Евангелия от Иоанна Несколько вечеров назад Когда размышляли о том, почему Иисус Именно во время Пасхи, Песоха Должен был очищать храм от торгующих в нем И опять реакция Реакция оппонентов Иисуса Которые, по идее, будучи фарисеями, тоже не поддерживали Вот эти коррумпированные саддукейские порядки, которые были в храме Но когда Иисус силою Своей явно Которую Он имел в силу Своей божественности Смог кнутом с помощью кнута Очистить храм от торгующих Очистить вот этот двор язычников Чтобы таким образом допустить Людей, не евреев, желавших Тоже ступить в завет с Господом Тут его опять упрек А каким знамением докажешь ты нам Что имеешь власть, так поступай В чем здесь дело? Дело в том, что данное выражение знамения Оно, в общем-то, многозначно Чего на самом деле хотят Оппоненты Иисуса И в данном случае фарисеи Они хотят увидеть Того Подтверждение, что кто-то Ему дает право На совершение чудес В чем проблема? И в этом и была, как говорится Самая такая слабость Вот это кризис фарисейского движения Мы говорили с вами Что изначально фарисеи Это были рядовые Израильтяне Рядовые иудеи Которые взяли Священное Писание в руки И начали изучать его И объяснять Разъяснять То есть это было хорошее движение Но что произошло Стали складываться клановые такие отношения Учитель фарисейский Признанный определенным авторитетом Получил право Исключительного такого вот Влияния на все общество И только его ученики Допускались И их слушали Более того Фарисейская верхушка Присвоила себе право Исключительное право На истолкование Священного Писания И здесь Интересно заметить Параллель Которую Евангельс Авторы Евангелия Прослежит Обратите внимание На то Что подчеркивает Матфей Когда нам Завершает свой рассказ Об О крещении Иисуса Которую он получил От Иоанна Своего двоюродного брата Когда Иисус Выходит из воды Нам говорит Евангелие от Матфея Третья глава Глаз с неба Глаголит Не просто так А в упрек всем А там были Написано В третьей главе Евангелия От Матфея Что до этого Приходили Креститься К Иоанну Фарисеи И Саддуке Иоанн им отказал А здесь нам сказано Очень конкретно Вот на этом фоне Глаз с неба Глаголил Сия сын мой возлюбленный В котором мое благоволение Будем слышать Или не будем слышать И вот почему Иоанн Евангелист Вот таким образом Нам показывает Эту ситуацию Рассказывая О очищении Храма Иисус совершает Сверхъестественное действие Но реакция Исключительно Определенная Покажи нам свой диплом Кто разрешал Тебе Совершать Чудеса Кто Дал Своё Благословение Из наших Учителей Для тебя Чтоб ты это делал Интересно Что на каждое Такое требование О знамении С неба Иисус отвечает Одним Ответом Здесь В Евангелии От Иоанна Он говорит Разрушьте Сей храм 19 стих 2 глава А я В три дня Воздвигну его Место Которое Мы с вами Читали Евангелие От Матфея 16 1 Где Ему Говорят Покажи нам Знамение С неба Не будет Вам Кроме знамения Ионы Ответа Иисуса Опять Иисус Показывает Что Самое Главное Знамение Это Его Воскресение Этим Он Отличается От Всех Учителей Какие бы Они хорошие Не были Иисус Подчеркивает Что Он Более Нежели Просто Равин Единственное Исключение Из правил Которое Нам Иоанн Показывает Один Из фарисеев Да Никодим Реагирует По-другому На чудо Иисуса Он Приходит К Иисусу Ночью И говорит Ему Прямо Во-первых Обратите Внимание Никодим Равин Сам Называет Иисуса Рави Учитель То есть Никодим Признает Что Иисус Статус Иисуса Как Учителя Выше Чем его Самого И он Дальше Говорит Я Не имею Проблем С тем Что у тебя Нет Земного Учителя Потому что Я знаю Мы знаем То есть Он не один Мы говорили Каждого Равина Есть Своя Школа И здесь Никодим Говорит Не только От своего Имени Но и От имени Учеников Мы знаем Что ты Учитель Пришедший От Бога Он это Принимает И дальше Говорит Ибо Таких Чудес Которые Ты творишь Никто Не может Творить Если Не будет С ним Бог Какие Чудеса У нас Евангелие От Иоанна Описаны Два Чуда Превращение Воды Вино И очищение Храма Не самые Большие Чудеса Иисуса Еще Нет Не описано Нам Ни одного Воскресения Ни одного Изгнания Бесов Но Для Никодима Достаточно Почему Потому что Никодим Не ищет Какого-то Такого Выброса Адреналина Знаете Когда На похоронах Несут Человека В гробе И вдруг Он встанет Ну вы можете Себе представить Это хороший Будет Выброс Адреналина Для всех Никодим Этого Не ищет Мы уже Говорили О Тех Знамениях Которые Иисус Совершил В Кане И что Ученики Уверовали Они Уверовали Не потому Что эти Знамения Щекотали Их Чувства Они Уверовали Потому что Эти Знамения Соответствовали Священному Писанию И Пророческому Пониманию Которое Было Всегда У Истинных Исследователей Библии Поэтому Никодим Никодим Говорит Ты Учитель Пришедший От Бога Но Иисус Вдруг Внезапно Говорит Ему Истинно Истинно Говорю Тебе Если Кто Не Родится Свыше Не Может Увидеть Царствие Божье Этот Текст Он Даже На Греческом Начинается Еврейскими Словами Амен Амен Написано На Греческом Все Христиане Говорят Слово Аминь Но Знаем Ли Мы Что Это Означает Слово Аминь Происходит От Глагола Аман Верить Аминь Это Означает Я Верю И Дальше Говорится О Рождении Свыше И Вот Это Главный Вопрос Который В Христианстве Очень Серьезно Стоит Но Понимаем Ли Мы Что Такое Рождение Свыше Знаете Греческое Слово Анотен Которое Употреблено Здесь В Тексте Оригинала Оно Имеет Два Значения С Одной Стороны Это Свыше Но Также Оно Может Оно Переводится Как Снова И Очень Часто Мы Не Знаем Какое Из этих Двух Значений Выбрать Для Этого Нам Нужен Контекст А В Контексте В Четвертом Стихе Нам Сказано Как Акадим Не Понимает Как Можно Родиться Снова И Поэтому Иисус Ему Отвечает Истинно Говорю Тебе Кто Не Родиться От воды И Духа Не Может Войти В Царствие Божие Рожденное От Плоти Есть Плоть Рожденное От Духа Есть Дух Эти слова Очень часто Можно Воспринять В контексте Эллинистического Понимания Где Очень часто Идет Противостояние Между Плотью И Духом И Зачастую Мы Будучи Имеячи Греческое Образование Мыслим Как Аристотель Дух Это Не Материя А Плоти Это Материя Мы Привыкли К этому Потому Что Мы Многие Из нас Любое Образование В нем Лежит В основе Лежит Философия Диалектического Материализма Но Иисус Не Является Автором Диалектического Материализма Иисус Иисус Использует Совершенно Другие Категории О чем Здесь Говорится Что Значит Рожденное От Плоти И Что Значит Рождение Снова Эти Слова Невозможно Понять без того, чтобы разобраться, зачем Иисус изгнал на кейсах торговцев из храма. Вы знаете, 3 и 2 глава, они взаимосвязаны. Вообще, и мы будем об этом постоянно говорить на наших лекциях, Евангелие от Иоанна, оно определенным образом структурировано вокруг храмовых праздников. В Евангелии от Иоанна мы видим, как Иисус посещает Иерусалим и храм на праздники, о которых сказано в книге Левит, 23 глава. Но мы не видим здесь, в Евангелии от Иоанна, что Иисус идет в святилище к жертвеннику приносить какую-то жертву или соблюдать какой-то ритуал. Что мы видим? К каждому празднику у Иисуса есть учение, которое Он дает. Если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, то получается интересная вообще такая литературная структура. Сначала возникает, можно так сказать, конфликтная ситуация. Вот у нас она. Иисус выгоняет торговцев из храма, причем получает неодобрение за свое действие. Вот вам конфликтная ситуация, описанная во второй части второй главы. А дальше Иисус использует конфликтную ситуацию для того, чтобы на ней построить свое учение. То, что Иисус рассказывает Никодиму, это не упрек и не критика в адрес старого раввина. Это учение, которое Он хочет передать на основании того конфликта, который был создан. А в чем суть конфликта? Что вызвало конфликт? Конфликт был вызван тем, что Иисус заметил, как закрыта дверь для неевреев, чтобы они могли заключить завет с Богом. И Иисус хочет ее открыть. А что с Никодимом? Никодим – еврей. У него нет проблем. Он не должен обрезываться, как язычники. Его уже обрезали на восьмой день. Но Иисус говорит точно так же, как эти язычники сейчас на пейсах обрезанные, приступая к вкушению пасхального агнца, проходят опыт обращения. А ты, Никодим, и твои ученики, Никодим, которые поверили, что я от Бога. Как вы думаете, вы нуждаетесь в опыте обращения? Или вам хватит заслуг ваших отцов? Иисус конкретно ссылается на иудейскую традицию, которая показывает, как Бог особым образом наделил иудеев знаниями Торы, «Дескать, он входил ко всем семидесяти народам, так говорит Агада, все что-то в Торе находили, а иудеи, а евреи, израильтяне сказали, все, что ты, Господь, нам даешь, об этом написано в книге Исход 19 глава, мы будем делать и соблюдать». Поэтому это особый статус. И поэтому то, что сделали тогда на Синае якобы, это все продолжает работать. Иисус говорит, нет. Рожденное от плоти, если не имеет духовного, если не связано с небесной реальностью, если не имеет Святого Духа, но недостаточно. Вот что значит новое рождение. Это не вхождение обратно в утробу матери, но это обращение, которым нуждается каждый человек. Еврей или нееврей. Слова от воды были понятны Никодиму очень хорошо. Дело в том, что всякий обращающийся в иудаизм язычник, получив обрезание, ну, женщины же не получали такового, должен был все равно окунуться в воды Миквы, погрузиться. Вот о чем говорит Иисус. А ты, у которого отцы по плоти получили тор, не нуждаешься ли в том, чтобы иметь опыт обращения. Вот чему хочет учить нас Иисус, давая нам знамение с неба. когда Иисус переходит здесь и дает еще одну мысль. Истинно, истинно говорю вам. Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем, что видели. Иоанна 3, глава 11, 12 стих. А вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, а вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Небесная реальность вот заключается в чем. Как Моисей вознес змею в пустыне? Так должно быть вознесен у Сыну Человеческий, дабы всякий верующим в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин